Дорогая церковь, дорогие друзья, здорово, что мы пришли на это место, и мы сегодня также будем говорить об Иисусе Христе. Каждый человек в своей жизни ищет пример для подражания. Я помню себя с детства, и я всегда смотрел уже, как я себя помню, на людей, с которых я мог брать пример. Первый, кто был, пример для подражания, это мой отец. Я когда, помню, может там 4-5 лет, я всегда смотрел на папу и говорил, я хочу быть таким сильным, как он. Позже, когда я стал подрастать, я понял, что есть люди сильнее, чем мой папа, на самом деле мужчины, и я думал, о, вот у них больше мускул, вот они интереснее. И это были разные люди, люди, которые достигли в своей жизни больших результатов через спорт, бизнесмены, то есть влиятельные люди, которых показывали. И человек, вот я ориентировался на этих людей, потому что всегда люди, которые достигают чего-то в своей жизни, они являются, хотим мы или не хотим, определенным примером. Но чем больше, или чем старше я становился, тем больше я понимал следующее, что эти люди достигли определенного уровня авторитета, стали знакомые, известные. Но, смотря на их характер, смотря на их жизнь, смотря на их жизнь, я понимаю, что эти люди не являются образцом. Аморальные, неверные, развратные, распутные, те, кто живет на широкую ногу, обманывающие, зависимые от наркотиков, сидящие в тюрьме. И я сейчас не говорю о маленьких криминальных людях. Я говорю о людях, которые очень много достигли в своей жизни, которых мы видим на экранах телевизоров, и которые ведут аморальный образ жизни. Достигли многое. И теперь у меня всегда было вот такое, а кому тогда ты можешь подражать? Хорошо, хороший футболист, он хорошо забывает голы, или там спортсмен, или хороший там, я не знаю, бизнесмен. Но, смотря на жизнь, я понимаю, я так не хочу жить. Я не хочу так жить. Кому ты в жизни можешь подражать? Кто является этой личностью? Ты скажешь, ну хорошо, может быть мы говорим сейчас о неверующих людях, а вот верующие. Верующие люди это помилованные грешники, не больше. То есть у каждого верующего есть также своя история. И свои стороны, теневые стороны, где мы смотрим, да, тоже не так, все гладко. Даже если посмотреть на героев Библии, которым мы должны подражать, Авраам, который, когда ему страшно было, соврал, сказал, это моя сестра. Моисей, который муж Божий, но взял да убил человека. И он не сразу пошел за Богом. Богу нужно было проговорить к нему. Иаков. Пример для подражания. А обманул и папу, и маму. То есть, смотрите, у нас есть люди, которым с одной стороны нам стоит подражать. Но когда мы говорим, вот кто такой человек, как увидеть человека в его полноте? Есть только один, кому можно безусловно подражать. Вот так задумал Бог человека. Это личность Иисуса Христа. Многое или долгое время я, как бы, понимал, что Христос пришел, и мы, верующие, и многие другие, мы смотрим иногда на Христа, как вот на Спасителя. Вот Он совершил миссию, то есть Он спас нас. А как жить, мы говорим, ну, у нас уже другие примеры есть. Но смотрите, если бы речь была только о спасении, то Ему нужно было неделю побыть, умереть на кресте и уйти. А мы уже здесь сами разберемся, как жить. Но Он прожил жизнь, чтобы показать, как человек может жить, как Бог задумал его. И поэтому мы смотрим на эту личность и можем без ограничений восхищаться. Вот сегодня как раз пропели песню эту «Я восхищен величием твоим». Мы часто восхищаемся закатом солнца, природой и так далее. Кто-то восхищается личностями, спортсменами. Но, как я сказал уже, есть одна личность, которой можно восхищаться. Я бы так хотел, чтобы мы научились восхищаться Христом. Не просто, ну да, да, я спасен, вот. Ушли, чтобы эта личность тебя начала восхищать, чтобы ты с Ним повстречался. И вот сегодня я бы хотел поговорить об Иисусе Христе, который в чем секрет, в чем божественность. Во-первых, Иисус Христос является 100% человека, то есть на 100%, и Он на 100% Бог. То есть в одной личности как бы две натуры. Бог 100% и 100% человек. И сегодня я бы хотел поговорить о человеческой стороне. Иисус как Сын человеческий. Вот смотря на Него, чем мы можем восхищаться, чему мы можем научиться. И поэтому я приглашаю вас посмотреть вот именно на эту сторону. Хочу сразу сказать, что, конечно же, в одной проповеди невозможно охватить полностью все стороны и сказать, вот такой Христос. Намного больше можно об этом говорить. Я постараюсь, может быть, несколько качеств назвать, которые будут отражать его сущность. Во-первых, воплощение Бога в человека. Зачем Богу нужно стать человеком? Вот это вообще чудо, которое, ну, трудно понять людям. Еврейский народ, они не могли понять, как Бог человек. Мусульмане сегодня первое, когда я начинаю говорить с мусульманами, первое преткновение, да не может быть, как Бог может стать человеком? Но это нереально. Вот как раз здесь мы говорим об этом чуде, что Бог стал человеком. И теперь смотрите, для чего Он стал? Мы читаем Иоанна, первая глава, восемнадцатый стих. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. То есть, смотрите, никто из людей никогда не видел Бога лицом к лицу. Моисей видел, как Бог проходил. Бог открывался в Ветхом Завете, например, через облако, через ангелов. Но Его никто не видел никогда. Первая заповедь гласит, не сотвори себе кумира. То есть, кумир является отображением Бога. Почему? Потому что мы никогда не увидим, как Бог на самом деле есть. Но желание в нас, в каждом из нас, во мне, мне хочется увидеть Бога. Каков Он? И вот смотрите, это желание, которое есть, Бог продемонстрировал и открылся Себя на сто процентов. Мы читаем Иоанна, 14 глава, с седьмого стиха по одиннадцатый стих. И ученики, находившиеся с Иисусом Христом, задают ему такой вопрос. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его. Теперь Филипп, один из учеников, говорит. Филипп сказал ему, Господи, покажи нам Отца и довольно для нас. Вопрос логичный. Смотрите, мы хотим познакомиться с Богом Отцом. Ну, Господь, ну в чем проблема? Иисус, ты покажи, и все нам будет ясно. Сколько людей вы слышали, а может быть, сами задавали вопрос. Ну вот если Бог мне явится, вот если я Его увижу, тогда поверю. Слышали такие вопросы? Да, их люди задают, я сам их задавал. Ну вот если Бог явится, конечно. И смотрите, что Иисус говорит. Иисус сказал ему, столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Другими словами, Иисус говорит, я есмь воплощение Отца. Я отображаю Отца один к одному, то есть сто процентов. Ты хочешь знать, каков Отец? Посмотри на Меня. И Филиппу, ученикам, трудно было. Так, подожди, вот такой Бог? Да. Как? Бог стал человеком? Да. Бог стал близким. То есть ты с Ним можешь поздороваться, покушать с Иисусом. И Он не понимал, как так. Но в этом как раз и есть суть, что Бог стал для нас близким. Мы еще придем к этому. Дальше, стих 20, 10. Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. То есть, смотрите, все, что Иисус говорит еще раз, Я Есмь, отображение Отца. Вот, может, такое сравнение, когда вы делаете в чай сахар, то сахар растворяется в чае, и вы теперь скажите, а как почувствовать сахар? А попей чай. Ты чувствуешь, но ты уже не можешь разделить сахар от чая. То есть, сахар в чай, и чай в сахаре. Вот, может быть, это слабое отображение, но что-то подобное, когда Иисус говорил, посмотрите на Меня, вы увидите, каков Отец. Потому что все, что делал Иисус, абсолютно, Его характер, Его, мы еще будем позже смотреть, божественную сторону, то есть, Он именно отображал абсолютно, на сто процентов, волю Отца. Поэтому каждый, кто соприкасался с Иисусом, соприкасался с Богом, видел Бога, каков Он есть. То есть, верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне, а если не так, то верьте Мне по самым делам. То есть, у вас есть возможность посмотреть на Мою жизнь. Иисус в свое время, это говорил Он в начале служения, много чудес сделал. Еще раз, этому будет посвящена проповедь, божественной стороне. Мы сегодня говорим о Боге, как о Сыне Человеческом. Почему мы можем восхищаться Христом? И первое, первое качество, которое я бы хотел назвать, оно очень интересное, возможно, сегодня вообще никак не популярное. Это бескорыстность Иисуса. Что значит бескорыстность? Бескорыстность, это значит, что Он не ищет собственной выгоды. Вот бескорыстный человек, не эгоистический. То есть, когда человек не ищет, что я могу с этого иметь, или как мне лучшим образом получить что-то лучшее, лучшую часть урвать. Очень знакомая история, я на нее никогда под этим углом не смотрел, но готовясь к этой проповеди, я увидел эту сторону, и я просто был восхищен. История рождественская, она записана в Луки, 2 глава, 4 стих. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына, своего первенца, и испеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. То есть, история очень простая. Иисус находится в чреве своей мамы, Мария и Иосиф, приходят в Вифлеем, и, к сожалению, все места заняты. Просто нету места. Им дают место, и здесь написано, что положили ребенка в ясли, то есть в кормушку, откуда ели животные. И из этого мы исходим, возможно, им сказали, ну нету места, вот в сарае есть место, возьмите. И я так думаю, а если Иисус есть Бог, а Он есть Бог, значит Он располагает, располагает знанием, как будет, как все сложится. То есть, смотрите, мог бы Он подсказать сам Бог, Иисус Христос, Марии и Иосифу, да приди за два дня раньше, за три, и ты найдешь лучшее место. Устроишься и родишь. Логично или нет? Но смотрите, если для всех хватило места, а одному не хватило, то Он это сделал добровольно. А если бы Он взял лучшее место, то кому-то бы не хватило это место. Знание можно использовать в своей корости, в своей как бы, в своей привилегии. Вчера я пошел закупаться, я когда эту проповедь готовил, вы знаете, очень легко проповедь готовить, учить людей, но Бог часто ко мне говорит, Андрей, а ты вообще знаешь, что это такое? Ну, я примерно так догадываюсь, но на практике пошел купить к турку лаваш, очень просто. Передо мной стоит семья, муж и жена, и я буквально 2-3 секунды, 2-3 секунды, они пока говорят, мне надо было чуть-чуть обойти. Я говорю, да ладно, что я буду ломиться перед ними, пусть эта женщина передо мной идет. Ну, может, еду она купить, я откуда знаю, да? Нет, она идет именно передо мной и именно заказывает лаваш. Я думаю, ну, одна женщина, сколько ей надо? 5 лавашей. А я смотрю, полки пустые. Я хотел 3 купить, а там остался один. И я понимаю, между мной и ей всего лишь 3 секунды, не 3 минуты, 3 секунды. Мне надо было просто шаг возле нее сделать, обойти. И теперь лаваши ушли. Мне говорят, ну, 10 минут надо подождать, но в принципе ничего страшного. Я так стою хорошо. Она не враг мой, она со мной ничего, она мне ничего, зла не желает. Она просто взяла для себя. Я стою и поймал себя на мысли. Хорошо, а если бы ты перед ней купил, значит бы ей не хватило. Правильно или нет? А ты сейчас можешь зарадоваться, вот бескорыстно, ей досталось. Слава Богу, радуйся. А знаете что? Трудно было радоваться. Нет, нет, я не был злым, я не был злым, я не посмотрел там, как она смогла. Но я понял, я не бескорыстный. Если ты бескорыстный, радуйся. Ну что, в чем проблема? Ну она же получила свое. Вот представьте себе, мы здесь все, вот здесь все сидящие беженцы. 81 семья. 81. И нам предлагают общежитие 80 квартир. Нас 81 семья. И у тебя есть информация за день раньше, за день раньше, что ты можешь прийти и выбрать лучшую квартиру. Ну из всего, лучшее место. Теперь, у тебя есть три возможности. Прийти раньше, ну и выбрать. Прийти со всеми, когда все на одну придут. Или сказать, 81 семья будет в палатке во дворе спать. У тебя есть информация, ты владеешь ей, что ты за день раньше можешь прийти. Когда ты придешь? Кто придет за день раньше, если ты владеешь информацией? Честно. Ну мы скажем, ну в чем проблема? У меня есть информация. Я просто возьму, ну при чем здесь? Я другим ничего плохого не хочу. Я просто себе хочу. Я очень подозреваю, что никто из нас не захочет быть 81 семьей, чтобы жить в палатке. Может я ошибаюсь? Плюс если у тебя еще жена беременная. Ты говоришь, да ладно, ничего, справимся. Так вот смотрите, Иисус обладал информацией. Это не так, что он не попался и прозевал. Вот Бог не спланировал, и он раз, и и, и все, и полно, и он, о, точно. Бескорыстность, это значит, я не заберу другое место. Я дам лучшее. Когда мы смотрим на людей, а вы знаете, цари поступают по-другому. Если бы туда Ирод поместился, поверьте, он бы всю деревню скупил и закрыл для своего сына. Он бы не посмотрел, кто в каких палатках бы ночевал. Если бы богатые люди это делали, там нормально скорости хватает. Ну и ты, и я, в общем-то, не совсем бескорыстные. А с кем ты хочешь вечность провести? С человеком, который все отдаст ради тебя? Или который все заберет ради тебя? Так вот, когда мы восхищаемся личностью Иисуса Христа, это его бескорыстность. Мы иногда думаем, что Бог хочет от нас? Ничего. Грехи твои, сердце твое, да, сердце твое. Полностью, согласен. Но ты не можешь сказать, ну, он, наверное, все богатство мое заберет. Или все заберет. Нет, нет, нет. Он бескорыстен. Слышишь? Вот такой Иисус. В нас всех сидит корость. Мы все ищем лучшего своего, лучшую квартиру. Даже, знаете, простые, простые вот вещи. Зашел в церковь, и вот лучшее место. И потом кто-то опоздал, и тебе говорят, слушай, можешь ты встать вон туда, там, на лавочке сесть, а стул твой отдать? Вот ты радуешься об этом? О, классно, да, я могу послужить. Или тебе, а что это я должен отдавать? Будь с другого спрашивать. Лавочка без спинки. Лавочка без спинки, а у меня здесь со спинкой, а что я туда буду идти? Понимаете? Это же за обедом, когда мы кушаем, по столу полный. Так ты думаешь, ага, как бы не просчитать, как бы дойти так, чтобы еще там и мясо было, и все. Ну, чтобы успеть. Ну, а ты радуешься, если тебе не хватило, а ты другим хватил. Ты говоришь, слава Богу, здорово. Или как-то вот трудно, как-то меня пропустили. Понимаете? Бескорыстность, она радуется за другого. Иисус родился в ясно, когда он пришел, как царь царей. Он не забрал места ни твоего, ни другого. Вот в чем бескорыстность. Знаешь ли ты этого Иисуса? Ты знаком с Ним? Ты им восхищаешься? Второе качество, которое я бы хотел подчеркнуть, это Иисус близок к людям. Иногда нам богатые люди или политики, особенно перед выбором, хотят показать, как они близки к народу. Потому что им нужны голоса. И они устраивают вечеринки, там вместе кушают, два часа побыли, а потом едут на толстых машинах в свои толстые дома. Я не видел больших политиков, которые бы сказали, вы мне так нравитесь, я переезжаю в Курвайлер, в квартиру. Вот на Стокгольма, здесь у нас аллея есть, вот там есть такие высокие этажи. Там я помещусь, чтобы ближе с вами быть. Мне трудно вериться. А почему нет? Ты же хочешь быть с народом близко, ну будь с... Нет. Смотрите, что Библия говорит об Иисусе Христе. Иоанн пишет, Иоанна 1, 14 стих. И Слово стало плотью и обитало с нами, полная благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанн был учеником, он был рыбак. Рыбак это не высшее сословие в обществе, понимаете, да? Ну как если бы сегодня сказали бы швея или там плотник. То есть это неплохо, но это не какое-то там интеллигентное, самое высшее сословие, да, позиция в обществе. И теперь смотрите, этот Иоанн пишет, что Слово это, то есть Иисус Христос, обитал с нами. А что это значит? Он вместе с нами кушал. Он одевался так, как мы. Мы ночевали вместе в одном и том же отеле, приюте или без приюта на улице. То есть у него не было других средств передвижения. То есть все ученики пошли пешком, а он на коне, раз так, приехал. Он так же с ними ходил, так же потел, так же голодал. То есть, понимаете, быть с ним, это значит, с народом, это значит нести и радости, и тяжести. То есть ты не отделяешься ни в чем. И тогда можете сказать, вот это один из наших, он с нами, он нас понимает. Когда, представь себе, Бог всей вселенной, он здесь. Если бы Иисус пришел сюда сегодня в Кельм, где бы он жил? В каком отеле? Я думал, он поселился бы где, в самом большей нужды, в самой простой, в самой обычной квартире, то есть в самом обычном месте. Почему? Чтобы быть рядом. Не на два часа. Не на день. А быть вместе. Знаешь ли ты такого Иисуса? Хочешь ли ты с ним вечность проводить? Который оставил славу небес, пришел, чтобы быть с тобой рядом. Иисус как человек в искушении. Вы знаете, было бы очень легко, так как Иисус является 100% человеком и 100% Богом, было бы неплохо, если иметь вот такие супер, супер силу. Знаете, в спорте люди принимают допинг. Допинг. Зачем? Чтобы получить сверхъестественную силу. Вот если сказать всем спортсменам, так, ребята, мы раздаем всем допинг, все принимайте. Вы скажете, а в чем суть? Тогда у всех сила появится больше, там на 10, на 20%. Но смотрите, в чем хитрость тот, кто принимает. В принципе, он запрещен. То есть все, значит, с нормальной силой, а тот, кто принимает, он хитренький, он думает, а у меня сверхсила будет. Так вот, в искушении, если бы Иисус сказал, ну да, все вот несут такое искушение, а я чуть-чуть еще и божественной силы возьму, ну, чтобы легче перенести. Но смотрите, Бог, Иисус Христос, с одной стороны, Он Бог, а с другой стороны, Он не идет на компромисс, чтобы смешать, чтобы облегчить себе участь. Мы читаем Луки, 4 глава, с 1 по 4 стих, там идет речь об трех искушениях. Я всего лишь одно покажу, чтобы просто как Иисус реагировал. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взолкал. И сказал Ему дьявол, если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал Ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим. 40 дней поста. Дьявол приходит в какой момент? Не в 20 дней, не на 25, даже не на 30, когда взолкал. То есть, каждая его клетка тела возопила. Вы знаете, когда человек, люди даже в Библии рассказывают, когда люди голодали, они доходят до безумия. Матери съедали своих детей. То есть, настолько человек, настолько сильно голод действует. Так вот, Иисус 40 дней не ест. И дьявол подходит. Так красиво. Слушай, ну что ты мучаешь себя? Зачем тебе это? Допинг. Тебе даже сильно напрягаться. Скажи слово и все. Кто знает? Никто же не узнает. Ты просто скажи, и все, и легче будет. И он говорит, нет. Написано. Он ведет в слово его. Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим. То есть, то, что давало силы ему пройти это искушение, это Слово Божье. Нам иногда кажется, ну ладно, вот Иисус, кому из вас тяжело поститься? Есть здесь? Остальным легко? Кто не поднял руку? Можно? Да? Здорово. Я рад за вас. Мне тяжело. Каждый раз, когда мы постимся, мы постимся как церковь, каждую пятницу, последнее воскресенье в месяце. Для меня это борьба, вот. Я так думаю, ну как бы быстро сократить вот этот день, чтобы он так быстрее прошел, да, потому что это смиряет плоть и так далее. И мне, кому из вас уже хотелось съехать, съехать, вот, ты знаешь, что нужно поститься? Да ладно, полдня попостился, да, как одна бабушка. Говорит, а я пощусь два дня, два раза в день. Говорит, а как? А говорит, с утра до обеда и с обеда до вечера. Вот кому хотелось так съехать, да? Да ну, че ты? Мы сейчас говорим один или два или три дня. Нам тяжело. Смотрите, Иисус не пользовался суперсилой, знаете, чтобы облегчить. Все вот так, а он раз чуть-чуть. Я тоже, но суперсилой. Он шел, как человек, как человек проходил искушение. Если кому-то здесь тяжело, он борется и спрашивает, а вы знаешь, как мне тяжело отказаться? И каждый из нас проходит разное. Кто-то борется с алкоголем, кто-то с наркотиками, кто-то с другим грехом не обмануть, кто-то в порнографии сидит, кто-то в других грехах, как мне не соврать? Разницы нет, какой грех. И это борьба может быть, когда ты говоришь, я не хочу этого, а у тебя эти мысли приходят. Знай, Иисус был искушаем во всем и прошел достойно. Вот почему мы можем смотреть на Него и восхищаться им, потому что Он не рассказывал нам красивые истории о жизни, а Сам жил параллельной жизнью. Вот почему мы восхищаемся им, как примером для подражания. Вот человек. Если ты хочешь увидеть человека с большой буквы, Иисус Христос является им, который прошел и остался чистым. И последнее качество сегодня, Иисус смиренный или кроткий. Когда мы говорим о смирении или о кротости, всегда нужно увидеть, в каких конкретно примерах Он был или проявилось это качество. Смирение это не просто голову отпустить и там смирение или кротость, это сжатая сила сдержать себя и не обозлиться на ситуацию, не проклять человека. И у нас есть очень интересная картина. Однажды Иисус пришел в местность, где был одержимый человек. Библия описывает этого одержимого человека, что он жил в гробах, в гробницах, на кладбище. Вообще такое жуткое место. Я думаю, никто не хочет на кладбище жить. Он жил там, голубь бегал туда-сюда, и его не могли никто ни связать, ни помочь. Вот он там жил себе. Когда пришел Иисус в эту местность, он увидел его и прогнал демонов, то есть исцелил. Теперь мы читаем реакцию на это событие в Марка 5 глава. Написано вот в следующей стихе. «Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях. То есть там были пастухи свиней, это были язычники. И они всю эту картину видели, как это происходило, как Иисус освободил, как эти свиньи упали в обрыв. И они это рассказали теперь. Смотрите, какая реакция должна быть у людей, которые увидели, что Иисус сделал. Ну, например, твоего сына исцелили, помогли. Какая реакция должна быть? Радостная. Заходи. Мы не можем заплатить тебе. Ну, давай мы накормим тебя. Здорово. Смотрите, какая реакция была у этих людей. И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. То есть они увидели, сказали, Иисус, пожалуйста, выйди из этого населения. Мы не хотим, чтобы ты здесь был. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся, просил его, чтобы быть с ним. Ты когда-нибудь ближнему делал добро? Например, ты сделал семье какое-нибудь добро, помог. И ты думаешь, сейчас тебя накормят, и тебя просят слушать. Давай покинем. Давай, пожалуйста, уйди. Ты здесь, не можем мы тебя переносить. Что бы было у тебя на сердце? Досада, злоба. А кто бы начал доказывать, ты знаешь, что я вообще сделал? Ты вообще знаешь, кто я такой? Я исцелил, вы что? Смотрите, в чем смирение. Иисус не дискутирует. Он же мог сказать, да будьте вы прокляты. Да вы знаете, кто я. В чем смирение? В том, что он не говорит ничего. Просто уходит. Скажите, как это так? Кто из вас уже ссорился, потому что не смог промолчать? Есть такие? А в чем проблема? Ну промолчи. Ссору избежишь. Работу не потеряешь. Я знаю людей, которые из-за своего языка работу теряли. Смирения не хватило. Сколько в семьях раздора, когда у человека не хватает смирения. Он язык раз, опять, и доказал свое. Ну хорошо, доказал. И смотрите, мы говорим о Боге, о царе царей. Царь, царей, короткий, смиренный. И еще один пример, именно показывающий его смирение. Он записан в Луке 9 главе. Когда же приблизились дни взятия, 9.51. Его от мира он восхотел идти в Иерусалим. То есть он с учениками идет в Иерусалим. И послал вестников перед лицем своим. И они пошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. То есть они проходили Самарянское селение. И ученики там спрашивают его. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. То есть когда Самаряне... Они спросили, можно здесь переночевать ученики? А их спросили, а вы куда идете? В Иерусалим. О-о-о. А вы знаете, Самаряне с евреями не общались. Самаряне смешанный народ. И они сказали, не-не-не, таких мы не принимаем. Ну, вам уже когда-нибудь говорили, не, извините, мы вас не принимаем. Вот, места нету. Или там, ну, просто вас не прили. Теперь, что на сердце у таких людей? Ну, не приняли, не приняли. Да, дальше пойдем. Ну, смотрите, у них есть, у них есть идея. Когда не принимают человека, вот здесь сердце открывается, здесь может самолюбие взыграть. И смотрите, у них идея. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Иоанн сделал. Смотрите, это люди. Когда тебя обижают, что ты ближнему желаешь в этот момент? Я не хочу сейчас разные вещи называть, у меня на языке они есть. И, ну, обычно это не добро. Да пусть там и ученики тоже. Смотрите, они тоже сказали, слушай, а вы вообще знаете, с кем мы? Мы же с Мессией. Он Бог. Мы сейчас вам покажем, как это, как это Бога не принимает. А вы знаете, если бы царь приехал, любой президент, любой страны приезжает в какую-то деревню, и его бюргермайстер не принимает, скажет, слушай, ну нет, у нас место, мы как-то с тобой не дружим. Как вы думаете, сколько бы долго продержался такой бюргермайстер? Что бы с этим президент или царь сделал с ним? Слушай, ты меня не принял, да ты знаешь, кто я. Завтра все, нету. А знаете что? Гордость. Гордость. Распирать. Вот это ученики. А это верующие ученики. И смотрите, Иисус говорит, но он, обратившись к ним, к ученикам, запретил им, сказал, не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать, и пошли в другое селение. Ты хочешь научиться? Когда ты не добиваешься своих прав, ну промолчи, пойди в другое селение, там тебе дадут место. Но нам же хочется доказать, кто мы, и поставить того типа на место. Так вот, когда мы говорим об Иисусе, Он Человек, с большой буквы Он, Сын Человеческий, Он показывает, как жить. Не артисты на стенах, как одна артистка сказала, я могу на экране сыграть любую роль, только жить я не могу, и она закончила жизнь самоубийством. Так вот, артистов мы насмотрелись. Нам нужен человек, которому мы можем подражать в жизни. А это личность Иисуса Христа. Знаешь ли ты эту личность? Знаком ли ты с ней? А знаешь еще что? Эта личность стоит у твоего сердца. И она стучит. Библия говорит, «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной». Этот человек, Иисус Христос, является Богом на сто процентов, который умер за грехи каждого человека, и путь на небо лежит только через Иисуса Христа. Вот почему ни церковь не спасает, ни динаминация не спасает, спасает личность Иисуса Христа. И сегодня он также стоит у твоего сердца. Этот Бог, который стал человеком. Человеком. И он хочет, чтобы ты познакомился с ним. Потому что он, в нем, в личности Иисуса Христа, есть жизнь вечная, ты слышишь? Многие приехали в Германию и думают, Германия сделает нас счастливым. Я вас хочу разочаровать. Не сделает. Не сделает. Германия может предоставить убежище, квартиру. Но счастье в личности Иисуса Христа, когда мы найдем и поклоняемся Ему, когда мы свое сердце открываемся для Него, Он есть Тот, кому мы хотим подражать. Мы сейчас будем молиться. И если Господь говорит к тебе, и ты никогда еще не каялся, у тебя есть возможность сказать Господи, а я хочу познакомиться с Тобой. Может, ты давно не благодарил. Может, ты давно смотришь на других людей и восхищаешься ими вместо Христа.